Для серебрения шаров гномы используют как знание, так и магию. Правильно? Так вот, знание включается в том, чтобы правильно сделать вот такой вот химический раствор, для которого гномы используют лунную водичку, вода, в смысле лунных морей, которая досталась гномам, и теперь они держат ее у себя для того, чтобы серебрить шарики. Солнечную водичку. Но самый главный компонент у гномов вот в этом вот растворе, это роса, которую гномы собирают летом в парке по утрам соколи. Вы знаете, что такое роса? Да. Это самый-самый чистый конденсат влаги, который скапливается на листиков и на травинках. Вот, как я говорил, гномы летом, рано утром входит в парк сокольники, чтобы собирать эту росу. Соберут росу, а зимой начинают серебрить эти шары на нашей фабрике. Но теперь выступает вторая часть, то есть знание, химию мы уже с вами подключили, а теперь время волшебства. Так, для того, чтобы шарик хорошо посеребрился, мы должны сказать трибли-трабли-бумс. Трибли-трабли-бумс. Попробуем? Давайте продолжайте. Трибли-трабли-бумс. Трибли-трабли-бумс. Говорите тогда шарик посеребрился. Трибли-трабли-бумс. Трабли-бумс. Вы что видели? Да. Вот так, вот неплохо вы говорили, и шар засеребрился практически целиком. Укажут гномы серебрят шары. Итак, кто-нибудь хочет получить такой шарик себе на елочку? Да, но все дело в том, что гномы, как вы знаете, достаточно жадноваты. И ничего просто так никому не дают. Чтобы получить этот шарик, гномы попросили меня задать вам один вопрос.